Привет всем, дорогие друзья! Сегодня у нас видео. Это видео того, что я купила на распродажах. Сегодня буду показывать Зару. А, собственно, больше нигде я ничего не покупала. Я очень мало купила в Заре одежды, потому что у меня одежды очень много. Я купила несколько украшений в мою коллекцию украшений из Зары, которые вы уже видели. Я вам её показывала. Украшения очень неоднозначные, очень необычные, неординарные. То, что я всегда покупаю в Заре, украшения, которые для меня являются чем-то необычным и чем-то, что я думаю, что стоит иметь и в коллекции, приобрести и хранить. Особое замечание хочу сделать для начала. Те, кто считает меня шопоголиком, тряпошницей, что у меня диагноз, что я плюшкин и так далее, сразу прошу вас на выход. Это видео не для вас. Пожалуйста, нажмите дизлайк и можете быть свободны. Я, так сказать, увидимся с вами в следующем видео, которое вам, может быть, понравится, которое я запишу. А, скорее всего, ни одного видео на моем канале для вас нет и интереса не представляет. Всё, давайте начнём. Я вам буду показывать. Я начинаю с того, в чём я стою. Вот я купила себе это платье. Да, оно немножко выглядит, как начнуха. Вот так вот, когда я смотрю на себя в экран. Вот такое вот оно длинное, прям-прямо до пола. И это всё вот это вот здесь вот вышивка. Знаете, когда на мне что-то одет, и очень трудно это понять. Но я, наверное, потом переоденусь, покажу вам следующую вещь и покажу вам вблизи. Вышивка очень интересная, очень много. Видите, разные-разные всякое. Сейчас я позадираю платье, чтобы вас шокировать уже окончательно. Вот такая вот интересная вышивка, сделана по всему платью. Ещё раз сниму, потом покажу подробно. Сзади тоже на спине. Это такие платья-воланы. Сколько здесь? Три воланы. Платье-парашют, оно на подкладке. Вверх сделан хлопок с вискозой, подкладка синтетическая. Но так это устроено. Размер экстра-ларч. Представляете, да? Вот такой вот. Вот оно даже совсем-совсем небольшое мне. Стоило долларов 40. Я за него заплатила. Оригинальный стоило 129. У меня ещё на нему этикетка. Я ещё его не носила. Только вот здесь вот надо вот зашить. Потому что вот эта слёзка какая-то это называли. Слёзка, помните, да? Она всё время у меня предательски расходится и показывает мои груделя. Немножко не очень мне идёт вот этот рукав. Я уже вам где-то говорила в каком-то видео, что я не очень люблю вот такие вот спущенные рукавчики. Потому что у меня узкие плечи. Но в этом платье, как бы, это такое курортное лёгкое летнее платье. И не только курортное. Я с удовольствием его буду носить у нас в городе. Даже на работу могу в нём. Вот. Ну, вот такое. Сейчас я вам покажу какие-то украшения, которые я с ним же, наверное, примерю. Чтобы вот такой сделать компот из одежды и украшений. И мы будем... Что-то лежит. Мои очки. Моя резиночка. Пардон. И будем смотреть дальше. В основном все украшения я заказывала онлайн. Я хочу вам сказать, что вот они так вот приходят в посылке. Вот в таком вот красивом полотняном мешочке. По-моему, из хлопка. Все-все украшения приходят вот в таком вот мешке. Это очень приятно. Зара вообще очень красиво запаковывает свои посылки. Коробка. Всё завёрнуто в бумагу. Сверху заклеена такой серебристый. Серебристый крупный кружочек. Такой липучка. Так. В общем, короче говоря, это такой комплект. Я, представляете, ещё даже ничего не распаковала. Вот так поназаказывала, поназаказывала. И вот оно у меня лежит. И ждёт прям с вами распаковки с примеркой. Значит, здесь у меня нёгкое разочарование было, потому, что серьги пришли вот таким вот полностью наборчиком, комплектом. А жерелье вот такое вот штуковина. И вы видите, здесь не хватает... Здесь вот дырочка такая, что здесь должно было ещё висеть. Видимо, вот такой же вот колокольчик в двух местах. Конечно, это очень обидно. Я, правда сказать, купила его долларов за 6. Если бы я купила его дороже, за полную цену 40 долларов, которые он устроил, я бы, конечно, его вернула в магазин. Но за 6 долларов, я подумала... 5,99. Я подумала, что я какие-нибудь найду жемчужинки. Просто прилеплю вот сюда одну и сюда одну. И у меня вполне будет выглядеть это нормально. А всяких бубенчиков здесь достаточно хватает и без того, что тут, в общем, потеряно. Так, я беру сейчас всё это отстёгиваю и примеряю прямо перед вами. Так, смотрите, пожалуйста. Я не делаю это макросъёмкой, потому что я не знаю, если стоит, имеет ли это смысл. Потому что это не какой-то винтаж, который мы любим рассматривать подробно. С одной стороны, с другой. Искать там маркировки и так далее. Это такая вот... Это современное украшение. Но они очень необычно оригинальные. Может быть, не совсем это платье подходит. Но, в принципе, мне кажется, что ничего. Потому что это такое всё этническое. Посмотрите, как красиво выглядят эти серьги. И вот такая же вот штучка. Которая... Она такая на таком чокере висит. Вот этот вот кулон. Повторюсь ещё раз. Если бы сначала я, вернее, ринулась было сдавать его. Увидев, что здесь какие-то недостатки, чего-то не хватает. Ну да, бывает. При пересылке что-то теряется. Они слишком хорошо закрепили. Ну, поскольку я купила за 6 долларов, я подумала... Ой, ну он такой красивый. Пускай уже будет. Жалко, правда? Ну и вот оставила. Ещё один набор, который я подумала тоже примерить с этим платьем. Потому что он такой... Ну, в расцветку хорошо с ним подходит. Ну, может, не очень. Но, в принципе, нормально. Значит, серьги. Вот такие вот. И браслет. Огромный. Огромный, гигантский браслет. Значит, здесь цены стоят те, которые... 29 долларов он стоил. И 29 долларов он стоил. Это цена до распродажи. Они очень часто вещи, которые они посылают, кладут в посылки. Они не лепят распродажную цену, а лепят и в магазине все вещи. В общем, с распродажей, с ценой. А в посылках обычно посылают вот такое. Со старой ценой. Но я платила за максимум, максимум, который я платила за самое дорогое из этих украшений. Может быть, я платила долларов 13, по-моему, за одну из них или за два. А вот эти все я прям покупала уже, когда уже была самая большая распродажа. И они уже стоили вот реально по... По-моему, по 6 долларов, по 8, может быть, 10. Ну, даже нет. Вот эти я точно покупала, по-моему, долларов по 8 или что-то такое. Сейчас распакую и примерим. Так. Вот такие сережки. Большие. Я люблю большие украшения. У меня нет проблем с ними. Я люблю их носить. И практически всегда ношу большие украшения. За исключением каких-то моментов, когда я иду куда-то в магазин за картошкой. Там куда-то еду. В лес, на природу. Тогда я на тебя маленькие сережки. А так, в принципе, по жизни. Я ношу всегда большое украшение. Хочу заметить, что, видите, вот эта вот штучка у них одного цвета. А внутри цветочка здесь такой же цвет, а здесь другого цвета. В этом его оригинальность. Ну и браслет. Большой браслет. Очень большой. Но мне он очень нравится. Может быть, его даже нужно носить вот сюда. Ну, не знаю. Я думаю, что у меня он не влезет на это место. Можете сидеть, ушки потоньше, постройнее. Очень эффектное, мне кажется. Очень эффектный браслет. Он очень большой. И такой, конечно, не на каждый день. Он очень своеобразный. Немножко у меня небольшая проблема. Мне кажется, что он будет с меня падать, если я вот так вот его буду носить на руке. Хотя нет, нет, держится. Главное, чтобы вот так не произошло. Вот это меня немножко смущает. Ну, посмотрим. В общем, может, я что-то придумаю как-то его закреплять. Не знаю. В общем, вот такой вот браслет. И вот такие вот серьги. Красивые. Еще одно платье, которое я приобрела в Заре. Такая американская у него пройма. Сзади оно завязывается на бантик. Здесь пояс у него. На резиночке оно. И вот в длину вот такой вот. Вот такой вот длины. Немножко такой психоделический вариант. Согласны, да? Рисуночек такой. Ромба-ромба-ромба разноцветный. Но мне понравилось. Тем более, что состав неплохой. Леон 20% и 80% из коза. И оно такое легенькое-ледненькое. И вот здесь вот сзади у него бант завязывается. Симпатичное платье. И стоило... Это размер large. Стоило долларов, я думаю, что 20. Я уже его... Что-то у меня за окном выглядываю. Я его купила тогда, когда уже был довольно большой сейл. И как-то я его плохо завязала. Ну, вот так вот оно. Под горлышко. Такая вот американская пройма. Я почему-то ее всегда не очень любила. Но сейчас я посмотрела и подумала, что совсем неплохо оно на мне выглядит. Тем более, что горло не под горло. Вот иногда бывают эти платья прям вот с таким вот под горлом. Горлом. А здесь, в принципе, такой довольно нормальный вариант. И плюс вот эти вот ромбы. Они как бы делают такое вот удлинение шеи. Которое у меня очень-очень короткое. С которым у меня просто беда. Так. Еще одно колье. Похожее на то, что я вам показывала перед этим. Ну, не совсем. Похожее, да не совсем. Вот такое вот, смотрите. Оно прям... Чего в нем только нет. Видите, все цветы сделаны из тоненькой-тоненькой проволоки. Вот так вот. Здесь все на месте. Ничего не отвалилось, не оторвано. И несколько цепей вот тут вот. Переходят в одну цепочку. Вот такой вот сзади. Сейчас я вам его открою и покажу на себе. Мне кажется, на этом платье будет неплохо. Видите, оригинальная цена его была 49,90. 50 долларов оно стоило. Я тоже его купила долларов за 10 или за 13, может быть. Вот, я не помню точно. У меня к нему нету ни серег, ничего. Но мне кажется, и не надо. Оно такое самодостаточное. К нему как бы уже и не нужно ничего другого. Сейчас мы его освободим от этой обертки. Я вам примерю. Смотрите, красивое. Красивое, красивое ожерелье, колье. Не знаю, как сказать. Может быть, на это платье не слишком по расцветке. Потому что оно такое и само такое веселенькое очень. С много полосочек ромбиков и еще вот это. Но, в принципе, сюда нужно что-то такое. Вот, знаете, или под горло, скорее всего. Потому что если будет вырез, то оно упадет в него. А здесь нужно вот такое вот закрытое, высокое под горло что-то платье. Какое-то платье или кофточка, что-то такое. Вот такое вот, видите. Такое интересное. Оно, знаете, все из таких вот тоненьких-тоненьких проволочек сделано. Как интересно сделано. Сейчас я его сниму и еще раз вам покажу. Потому что мне кажется, что оно достойно того, чтобы его подробно разглядеть. Без меня. Ой, вот видите. Вот так оно с обратной стороны. Надето на вот эти вот цепочки. И здесь цепочка удлинительная, за которую, собственно говоря, его надо и застегивать. И вот вы видите, оно все сделано из таких вот тоненьких-тоненьких. Я щурюсь, потому что я плохо вижу без очков. С трудом вижу, что я показываю. Вот все сделано из таких вот тоненьких проволочек. Вот здесь вот такие тычинки, пестики. Жемчужинка. Нет, не жемчужинка. Белый камшик блестящий. Интересно, правда? Очень интересно. Я вам, кстати, обещала показать вот это платье. Не на мне. Вот видите, как оно интересное. Оно все-все-все-все сделано в вышивке. Видите, это вышивка. Это не рисунок на ткани. Это все сделано вышивка. Причем она совершенно разнообразная. Спереди и сзади. Знаете, такая неяркая расцветка. Такие постельные тона. Прям много разных мотивов, рисунков. Очень интересно. Видите? И спереди, и сзади. Вот это зад. Видите, как много всего. Много-много вышивки. В общем, единственное, что... И спереди вот тоже. Много-все-все-все вышивки. Единственное, что, конечно, меня потрясает, что это размер экстраларч. И вот оно стоило 129 долларов. А купила я их за 40. Следующая вещь, которую я купила, это юбка. Это кофточка моя из Юникло. А юбка вот такая вот длинная карго. Черной плащевки. Длинная, прям длинная. Сзади у нее вот такой разрез. И сбоку вот два больших кармана. Тоже плохо видно, наверное, на видео. Но я надеюсь, что вам видно. Такая прикольная юбчонка. Тоже размер large. Стоила тоже долларов 20, по-моему. В общем, ну, прикольно. Понравилась мне она. И вот я сегодня сейчас стою в таком total black. С этим как раз очень хорошо примерять все украшения. Давайте будем примерять следующее украшение. Смотрите, какое интересное колье. Я его еще не открывала. И видите, оно еще приделано к картонке. Я не знаю, как это будет выглядеть. И как вообще его надевать. Но мне кажется, оно очень интересное. Что-то я красная такая. Какой-то свет у меня странный, да? Вообще, я возле окна. Может быть, это от окна. Такой. Какой-то прям такой. Или это телефон опять мой этот новый, который я. Что-то дает мне плохое. Какое-то странное освещение делает. Короче, вот такой вот интересный. Смотрите, какой тюльпанчик. Здесь такая желтенькая какая-то. Какой-то кабушек. Ну, это пластик, конечно. Или стекло даже. Может быть тяжеленькое такое. Вернее, это не тюльпан. А это такая... Есть такой цветок. Ягода такая вот. Желтая ягода. И у нее сверху вот такие вот листья. Не помню, как называется. Ну, прикольная. Это кожа. Здесь металл. В общем, давайте рассмотрим, как оно будет на шее выдаваться. Видите, смотрите, как интересно. Это просто вот такая вот веревка. Кожаный жгут или какой-то резиновый. Вот здесь вот такая штука с крючком. И на конце висит вот эта штуковина. Давайте я еще садену. И покажу вам, как это на шее выглядит. Так вот как-то. Его нужно обмотать два раза вокруг шеи. Саму вот эту веревочку. И вот эту вот штуку зацепить за этот крючок. И вот так вот он выглядит. В принципе, можно замотать один раз. И он тогда будет длинный. Но мне кажется, что это будет очень длинный. Я сейчас попробую. Интересное украшение. Правда? Такое прикольное. Вот люблю Зару за то, что у них очень интересные, такие необычные дизайны. Следующее украшение. Это вот такой супер классный набор. Я за ним охотилась очень долго. Это серьги и колье. Я очень долго его ловила. Естественно, оно стоило 50 долларов, а серьги стоили 30. Я, конечно же, не хотела покупать его за полную цену. Я долго искала, ну, ловила его как бы на веб-сайте, когда он начался с продажи. И поймала. И поймала где-то долларов за... Когда он стоил долларов 18, наверное. Или 15, я не помню. Но вот это один из самых дорогих наборов. Серьги стоили, по-моему, 10. А вот колье стоило дороже немножко, потому что оно прям реально шикарное, интересное такое, необычное. Посмотрите, я даже не понимаю, с чего оно сделано. Посмотрите вот сюда внимательно. Это такие пластик прозрачные. Или это что? Вот такое вот. Смотрите, какие интересные штуки. Сейчас я его отлеплю и покажу вам без картонки. Смотрите, те этажи. Две цепочки. Удлинительная цепочка. И вот такая вот... Вот такое вот наворочено здесь. И с обратной стороны тоже очень интересно. Посмотрите, видите, это всё как-то запаяно, заклёпано между собой. Да. То есть они как-то нацепили на эту верёвочку, на эту цепочку, наклепали эти цветы. И вот так вот их все соединили. Очень интересный дизайн. Очень красивое украшение. Давайте примерять. Украшение, конечно, очень нарядное. Не на каждый день. Ну и не на каждый день. Серьга. Они, кстати, лёгкие, несмотря на то, что большие, массивные. Но они сделаны из очень какого-то лёгкого вот этого пластика. Видите, какая красота. Вот. Очень мне нравится. Очень необычно, оригинально. Прям такой, знаете, не везде встретишь такую красоту. Вот такой вот набор. Так, из одежды. Ещё был куплен вот такой розовенький, привет, Барби, жакетик. Стоил долларов 30, по-моему. И ацетат, подкладка, и сама вот эта вот ткань сделана в 30%, нет, 75% хлопок. Всё остальное синтетика. Прикольный коротенький жакетик. Очень симпатичный. Даже с этой юбкой неплохо. Такой пыльной розы. Можно его не обязательно застёгивать, конечно. Можно такого расстегнуть и тоже носить. Размер медиум, по-моему. Он довольно такой большой, широкий. Так что, по-моему, медиум у меня был тоже неплохо. Из одежды же был куплен в таком пижамном... Пардон, в пижамном стиле жакетик. Видите, он совершенно как пижама. Абсолютно бесподобно лилового цвета. Это, по-моему, всё вискоза. Стоил он 40 долларов. Размер, по-моему, тоже медиум. Прекрасен он ещё тем, что он весь расшит бисером. Рукава. Сейчас я его сниму тоже потом и покажу вам поближе. Сзади на спине, в общем. Весь-весь-весь. Вот такой вот он длины. И вот здесь вот он весь-весь расшит бисером. Очень красиво. Необычно. И такого, знаете, пижамного стиля. Но, в принципе, не пижама-пижама, а вполне может носиться как жакет. Его можно расстегнуть. У него нет пуговиц. Вот так вот он будет выглядеть. Без пояса. Можно завязать. Ну, прям как такая, знаете, шелковая пижамка. Домашний халатик-пижамка. Очень красиво. Очень красиво. Вот с ним я хочу примерить. Девочки, голос попадает. Ужас. Посередине идет. Вот эти вот бусы. Ожерелье сделано из стекла. Его тоже цена была 40 долларов. Я купила его, по-моему, за 13. Вот такой вот разнообразный. Вот такие вот стеклянные. Как леденцы камушки. К нему были сережки. Но я их не поймала. Но поймала наборы с двух колец. Хочу сказать про этот набор комплекса. Что у них сейчас продается очень похоже. Практически такой же. Зара, может быть, перевыпускает похожую одежду. Вот, например, в обзоре моем я вам показывала брюки с вышивкой такие. Вот они были в несколько сезонов уже делают похожие одинаковые брюки. Они не одинаковые, не всегда 100%. Просто со слепу, может, многие не видят. Но я, как человек глаз-алмаз, я вижу, что это не совсем то же самое. Очень похоже. И вот эти бусы, по-моему, то, что сейчас висят сейчас, у них немножко другой цвет. Вот этих камушков. Просто восторг. До чего же красиво. Согласитесь. Напоминает немножко, конечно, такие леденцы-конфетки. Очень прекрасные, красивые стеклышки. И вот два кольца. Я не знаю, как их лучше носить. Вместе, по раздельности. Они, кстати, довольно маленькие. Но это смол. Размер. Можно вот так. На этот палец она у меня не лезет. Короче, ну, зимой можно. Летом руки немножко, знаете, распухают. А зимой вполне можно вот так вот носить на одной руке. Вот вместе с этим. Очень красиво. Просто супер. Просто мне очень нравится. Шикарно. И последнее украшение. Если вы еще со мной еще дотерпели мой показ. Это вот такие вот очень интересные бусы, колье. Это, как, знаете, вот такой вот пункт я показывала. Я нашла в секунде серьги. И у меня есть такая змея, сделанная из кольчужки такой. От компании White & Davis. И вот это вот тоже. У них, значит, вот здесь вот, видите, такая кольчужка. И нанизаны вот такие вот плестящие пайетки. Потрясающе шикарное. Интересное украшение. Я считаю, что оно очень оригинальное и необычное. Я купила к нему, но, может быть, не совсем к нему, серьги вот такие вот. Они похожи немножко. Вот видите, с сиреневым цветом. Здесь вот такие вот весюленные из таких вот. Не понятно, чего. Цепочек. Стразики тут есть, по-моему, маленькие. Вот видите, написано 9,90. На самом деле, их купила за 7, по-моему. Просто они не всегда прилепливают цены. Давайте примерим очень интересное украшение. Еще раз продемонстрирую, не удержусь. Смотрите, как интересно оно сделано. Вот это обратная сторона. И вот это его лицевая. Очень интересное и очень достойное украшение, я считаю. Так, короче, отдела. Может быть, оно не очень хорошо вместе сочетается. Все-таки, может быть, нужно их носить отдельно. Серьги отдельно. Ну, в общем, может, я сейчас сниму, покажу вам по отдельности. Ой, я представляю, сейчас начнет цыганка. Что еще мне пишут? Безвкусица. Фу. Какая безвкусица. Цыганщина. Цыганщина. Безвкусица. Да, да, да. Ну, вот такое вот украшение. Интересная, правда? Может быть, черный не лучший вариант показывать. Я даже сняла этот пинжачок, потому что он прям совсем как-то теряется на его фоне. И вот такие серьги. Цыганщина. Безвкусица. Действительно, цыганщина. Так, вот, красивенько. Нравится мне очень. Все-все, сняла цыганщину. Немножко оставила совсем. Вот только серьги, а вот это вот все сняла, чтобы вас не пугать уже так совсем. А то вы уже... Просто я представляю, что там все... Не все, но многие лежат в обмороке у телефонов, у своих компьютеров. От ужаса и безвкусицы, которые я вам показываю. Вот. Такое у меня сегодня видео, девушки. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было очень интересно. Еще раз повторюсь. Все, кто... Все, кто считает меня транжирой, шмоточницей, тряпочницей, плюшкиным и так далее, прошу пройти в сад. Гуляю на свои, что называется. Зарабатываю достаточно хорошо, чтобы побаловать себя, когда мне этого хочется. А на сегодня все. На этой радостной ноте я с вами закруглюсь и попрощаюсь. Всех люблю, целую. Всем привет из Канады. Всем моим любимым, нормальным, адекватным зрителям. Передаю огромный привет и горячую мою любовь. И встретимся снова в следующем видео. Что-нибудь новенькое. Украшения, одежда, примерки, болталки. В общем, все, что вы любите. Байк, пока. Субтитры сделал DimaTorzok